Целый год лось Троша жил в неволе, а теперь он, наконец, на свободе, в заповеднике, площадью 400 гектаров. Животное привезли из центра реабилитации, куда каждую весну попадает несколько новорожденных лосят. Маленький лосенок, он не способен догнать мать, да, когда она быстро двигается. А когда появляются в поле зрения люди, мать уходит, лосенок обычно там под куст ложится или еще что-то, но мать делает круг, забирает его и уходит. И вот у нас сердобольные люди считают, что она его бросила, начинают подбирать и тащить там, кто в МВД, кто куда. История Троши развивалась подобным образом. Сердобольные рыбаки подобрали новорожденного зверя и привезли в Велес. Вместо лосиного молока детеныша выпаивали козьим. В центре реабилитации Троша прожил год. За это время клетка стала ему мала. Когда лось вырастет, он будет выше еще на метр, а весить будет целых 600 килограммов. Выпускать одомашненного лося в дикий лес было бы слишком рискованно, учитывая, что там встречаются охотники и автомобили. Потому было принято решение отвезти животное в частный заповедник под Выборгом. Животное это пятое, которое мы туда отправляем. Туда уехали морал, яки. Новый дом Троши находится в трех часах езды от центра Велес. Для транспортировки животного волонтеры изготовили специальный деревянный ящик. Загнать туда лося оказалось нелегко. Давай, Бэмбик, выходи. Бэмулик, выходи. Да, давай, 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 следующий, ты выходишь. Идет, 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 Танечка. Чтобы зверь не убежал от ловцов, ящик приставили к дверям сарая, где ночевал Троша. Зайти в тесную коробку лосенок согласился только после получасовых уговоров. Провожать его прибежал сосед по вольеру, альпака Яша. Он не бросается. И чуть-чуть еще на себя. Все, все, у нас все. Молодец, сиди здесь. Вместо лосенка к самцу альпаки теперь подселят двух самок. Поэтому скучать ему не придется. Трошу тоже ждет встреча с представительницами своего вида. Если до конца года он адаптируется к жизни в заповеднике, следующей весной его могут отпустить в дикий лес. Анна Шустер, Невское утро.